В среду, 23 июля, на третьем Барковском карьере в Рязани прошли первые испытания катера на солнечных батареях. Инженеры Рязанского государственного радиотехнического университета спустили на воду лодку, которая примет участие в первой в России солнечной регате. Об особенностях рязанской разработки рассказал президент Арккомитета солнечной регаты 2014 Евгений Казанов. Когда мы этот проект начинали, мы всем студентам предложили некий типовой проект. Мы сами прочитали, как будет сделать стандартно, скажем так, недорого и вполне удобно. И на самом деле нас, как бизнесменов, это очень сильно удивилось, когда практически все студенты отказались от стандартных идей. Они сказали, мы хотим победить и мы хотим сделать что-то новое. И ваша команда в том числе, они начали разрабатывать Тримаран. Понятно, что нестандартная разработка, она требует дополнительных нескольких испытаний, она требует дополнительных расходов. В этом смысле и удорожает стоимость самой лодки и, конечно же, время на ее изготовление. Я пытался их переубедить, но, тем не менее, у меня ничего не получилось. Они просчитали ее на компьютере каким-то способом и, то есть, во всяком случае, они заявляют, что она лучше, чем, ну, скажем, тот стандартный гоночный катамаран, который мы им предложили. Я очень хочу в это верить. Ну, и второе, наверное, отличие, они использовали самый мощный двигатель, который вообще возможен был в этих лодках, 4 киловатта, они очень сильно подняли напряжение. То есть, если у нас все лодки идут на напряжение 12 вольт, то они сделали 48 вольт. То есть, в этом смысле, скажем так, у них очень сильная электрическая часть, ну, она, скажем так, в некотором смысле, наверное, даже способна взлететь. Спасибо.